Уж медянка и гадюк обыкновенные. В Рязанской области обитают всего три вида змей. Узнать их можно по внешнему виду. Так, уж знаменит двумя желтыми пятнышками на голове. Медянка имеет окрас в соответствии со своим названием. Гадюку выдает ярко выраженная треугольная голова и вертикальные кошачьи зрачки. Основное отличие от других змей нашего региона – полоса на спине в форме зигзага. Рисунок виден при любом окрасе и это главный признак гадюки. Если встреча с первыми двумя змеями не опасна, то с последней она может сулить неприятные последствия. Ну, в первую очередь мы увидим непосредственно сами укуса. Это может быть один или два прокола на коже. Почувствуем озноб, небольшой, незначительная боль, жжение в области укуса. Также кожа начнет становиться багрово-синюшного цвета. И минут через 10-30 уже начинается отек местный в месте укуса. Также с увеличением интоксикации в организме начнется тахикардия, снижается температура тела, тошнота, рвота, озноб. Также возможны даже обморочные состояния. Впрочем, встреча с гадюкой может закончиться укусом в крайнем случае, успокаивают специалисты. Ведь яд в ее клыках предназначен для добычи. Тратить его на человека гадюке просто невыгодно. Ведь это означает перспективу остаться голодной в течение ближайших 10 дней, за которые яд снова накопится. Однако быть внимательнее в лесах и на водоемах с начала весны и вплоть до наступления среднесуточной температуры ниже минус 5 градусов все-таки стоит. прогреваться, потому что после зимовки они приторможены, и чтобы у них запустились процессы метаболизма, активности, необходимо в течение длительного времени принимать солнечные ванны. Без предупреждения гадюки кусают либо в момент опасной близости человека, когда, например, тот случайно наступает на нее или трогает руками, либо когда он попадает в место гнездования змеи и та защищает территорию. При случайной встрече гадюка будет изгибами тела и выпадами вперед, предупреждать об опасности и укусит только если ее спровоцировать. Заметив ядовитую особу, лучше изменить свой маршрут, чтобы избежать укуса. Если инцидент все-таки случился, то действовать нужно незамедлительно. Вызвать скорую помощь и постараться помочь себе или потерпевшему простыми правилами. Нам необходимо будет, в первую очередь, в первые 10 минут, как я уже сказала, ликвидировать, минимизировать количество яда. Дальше по возможности принять какой-то противоаллергический препарат. Также напоить человека сладким питьем, но дозированным, небольшими глоточками. И если укус был совершен в конечность, либо в верхнюю, либо в нижнюю, то тогда нужно будет эту конечность от одежды освободить. Для профилактики укусов, планируя визит в лес или на озеро, нужно правильно подбирать одежду и обувь. Свободные брюки из плотной ткани и закрытая обувь по типу резиновых сапог не дадут змее добраться до кожи. Кроме того, свое присутствие гадюка знаменует шипением. И если не пытаться ловить ее или играть с ней, то змея просто уползет. Продолжение следует...